Воздух Смок в первую очередь влияет на самочувствие горожан. У многих может появиться одышка и сухой кашель. Кто-то мучается бессонницей или головной болью. Само по себе загрязнение воздуха может привести к таким заболеваниям, как хроническая обструктивная болезнь легких, ухудшать симптоматику больных с бронхиальной астмой, также приводить к некоторым онкологическим заболеваниям. Кроме того, смог оказывает и плохое воздействие на природу. Экологи говорят, что это отдельный повод для беспокойства. От загрязнения воздуха страдают все люди, животные, растения под влиянием смога. В листьях растений разрушается хлорофилл, ухудшается фотосинтез. Растения медленно растут, деревья начинают болеть, молодые насаждения погибают. Сейчас для контроля загрязненности воздуха в Бишкеке начали применять специальные датчики. Данный прибор применяется для измерения качества воздуха. Его можно установить в любом доме по желанию владельца. Работает оно от сети. Его нужно будет установить обязательно на улице, на окно крепится. Данные передаются через сеть, через Wi-Fi. Поступают и обрабатываются сразу на приложение или на сайт, где мы можем смотреть, какого качества воздух у нас сейчас в этом районе. Для улучшения экологической ситуации в столице власти приняли план комплексных мер, в их числе закуп для Бишкека экологического общественного транспорта. На основании плана было закуплено 60 газовых автобусов и троллейбусов. Также планируется приобрести 100 электроавтобусов. Кроме этого, для улучшения экосреды строятся парки и увеличивается количество насаждений. Сейчас мэрия Бишкека планирует поэтапно перевести угольные и котельные учреждения образования на природный газ. Перевести на полный газ полностью все населенные пункты значительно уменьшило бы загрязнение воздуха.